Как стать мастером ногтевого сервиса? С чего лучше начать? Часто люди советуются на форумах, в социальных сетях, что мне лучше начать. Обучиться или посмотреть какие-то ролики в интернете, либо пойти в профессиональную школу, если да, то в какую. Когда я начинала заниматься ногтями, у меня почему-то такого вопроса не стояло. У меня было как-то естественным, если я хочу чем-то заниматься, надо пойти на курсы. К курсам, как мне казалось, я очень хорошо подошла к выбору, очень много школы изучила, какие-то посетила, все прочитала и пошла туда учиться. Где-то только через год или даже два я поняла, что курсы были не очень хорошие, то есть я получила там недостаточно навыков, чтобы сразу работать, но опять же на том уровне знаний я просто не могла это понять. Поэтому в любом случае сейчас мое мнение такое же, если вы хотите стать мастером, начните с обучения. Но обучение обязательно должно быть хорошим, профессиональным, там, где вам дадут очень сильные базовые навыки, основы, чтобы вы сразу же смогли работать. Сейчас столько информации в интернете, и не вся она правильная, не вся хорошая. Конечно же, что-то стоит почитать, что-то следует изучить, но вот по моему опыту в самоучке, а их очень много, очень часто они приходят ко мне на курсы для профессионалов, то есть на курсы повышения квалификации. Они говорят, ну я же не с нуля, я вот умею вообще-то делать ногти, мне просто нужно вот научиться делать более глубокую арку или более ровные улыбки и все. Мы начинаем учиться, и я вижу, что у человека просто нет базовых знаний. Не знает, как ставить форму, не знает, как правильно подготовить ноготь. У него нет знаний по теории, он не знает, из чего состоит ноготь, почему там могут появляться белые точки, ну и многого всего. И в итоге нам, по сути, приходится с ним проходить ускоренный базовый курс. Ну представьте, это вот так же, как если человек пропустит всю начальную школу и пойдет сразу в пятый класс. То есть как можно читать какие-то произведения, если человек еще в принципе не умеет читать. Вот здесь то же самое. Поэтому, чтобы пропустить вот этот сложный этап переучивания, когда вам нужно заново переучиваться, гораздо сложнее, чем учиться сначала. Потому что у вас уже есть какие-то укоренившиеся движения, навыки, и теперь вам нужно про них забыть и усвоить новые. Поэтому сразу идите в хорошую школу, где вам дадут хорошую базу, и тогда вы быстрее сможете пройти вот этот путь от нуля до мастера, который является хорошим специалистом.